Наш брат возлюбленный Эдди Кирян Возлюбленный они брат Эдди Кирян Хочет сегодня нам послужить И он написал, что у него есть слово И поэтому давайте поприветствуем брата Эдди Киряна Давайте поприветствуем Доброе утро Здравейте Здравствуйте Перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам одно свидетельство Този месяц без тежек за работа или как да кажешь, за вадение Все по-трудно, все по-трудно, застава в България Не знам защо В этом месяце в принципе становятся все труднее и труднее с работой в Българии И мне все труднее и труднее зарабатывать Не только мне, но и всем остальным Мы все видим, что происходит в мире У людей тоже нет средств, они не приходят к нам, не заказывают, соответственно, у нас нет работы Но наш Бог, Он верный Как да кажешь, не смею, не смею на квартиру, а не что смею в Арненце Мы С квартирой Берем квартиру в аренду И На всякий месяц плачем наем И каждый месяц мы платим аренду Слава Богу, че вече две деца останаха в къщи Слава Богу, че только два ребенка в доме остались И По-малко финансы са необходими, но Нужна меньше финансов, но Въпреки всему Не хочу оправдаваться, но это трудно Господь верен в том, что Он снабдит нас всем необходимым, всеми средствами И Понякога Аз вече не го питам, но понякога, когда е трудно Я его не спрашиваю, но иногда, когда трудно, я Аз вярвам, че това е испытание на нашу вера И Има много учения за проспоритет и така нататък Есть очень много учений За успевание, проспоритет Про богатство, про успех Но я верю в то, что наш Бог верен И Он верен своему слову И Он сказал, че праведнее няма да остане голоден И Он сказал, что мы не останемся голодными Праведнее никога няма да проси Праведнее никогда не будет просить Он будет давать взаймы, но не брать взаймы И това се случи Предний месяц половината нямах работа И в прошлом месяце полмесяца мне не было работы Аз сам Само Не знам как сказать Даже и на български или за български Работя за себе си Я работаю сам на себя И учаквам поручки от неба И жду заказы с неба По объявлениям работы И предние месяцы имах клиент Който В Българии Каза ми един на десять клиентов Случал ужасен И как говорится В прошлом месяце у меня один клиент Мы в Българии говорим На десять клиентов Один будет ужасным И я сделал своя работа Но мне не заплатили полную сумму И я ничего не сказал И след това Ако ви кажу Какое благословение На меня излилось Заказ за заказом И дори до септември Че съм напълно Уже до сентября У меня Я полностью занят И това означава Че това е За мене изпит И это означает Что для меня Это как раз Было изпытание Которое я выдержал Другото свидетельство С което искам да кажа Служението в затвора Другое свидетельство Которое хочу сказать Относится к служению в тюрьме От дълго време Не бях кръстил никого вътре Долгое время Я никого там не крестил И даже вътре Сапитал Господь Те сме учат Что не искат Да и крестят Аз им говорят Вера Покаяние Крещение И я внутри Все спрашивал Почему никто из них Не хочет креститься Я же им говорю Про веру Про покаяние Покрещение И Приди две седмицы Новом честном Казахском Сокрест И две недели назад Один из мальчиков Встал и сказал Я хочу Чтоб меня покрестили И там понеже И один Георгий Който И заснимал Журналист И всякакъв Тя го поздава И той века Некогда и другия път И там еще есть Георгий Он там как журналист Все снимает Все для их газеты И так далее Он сказал Что в следующий раз Это будет И я взвыкам Добре В следующий раз И я сказал Ну да Хорошо в следующий раз Крестих ми его момчето Обаче Веднага Сапротивление Излезе Мы его покрестили Но сразу же Сапротивление вылезло И бродат Вылез один Человек с бродой И казал Аз съм Ходжа И сказал Аз Я Ходжа И я сказах Много добре Само че Ти се намираш В церкви И я сказал И я сказал И я сказала Очень хорошо Но ты сейчас Находишься в церкви И мы не будем Говорить про Мухамеда Сейчас Говоря Казвам го това Защото оппозицията Веднага явно излезла Я это говорю Потому что Оппозиция Сразу же вылезает В последнее время И това еще говорим След малко Нещата са Бели и черни В последнее время Вещи Черные и белые Мы как раз Про это говорить будем Нету розового Сивичко Посредата Нету розового Серого Что от посередине Все либо зло Либо добро И это снова знак О том что Христос Скоро придет Да благодарим на Бога Благодаря Поблагодарим Бога Днес ще говорим За двата пътя Я на сердце Да споделя Сегодня будем говорить Двата пътя Два путя Да И всички знаете За Вече изтъркана Може би Фраза от Матфея Седма глава Все могут знать Фразу Уже Общеизвестную Из Матфея Седьмая глава От тринадцатия стих Надолу Иисус казва С тринадцатого стиха Вниз Иисус говорит Написано Ощеревено Иисус Влезте през тясната порта Защото широка е портата И пространен е пътят Който води към погибел И много са онези Които минават през тях Но тясна е портата И стеснение е пътят Който води към живот И малцина са онези Които ги намерят И всички знаем Десять линий Десять линий Только в одну сторону Я сам живел в Америке Я сам виждал Не повече от пяти плотна Я знам За десять вече Ножку Я когда жил в Америке Я видел максимум Пять таких полос А десять уже И представить не могу И винаги им Объясняем На умчата Я всегда объясняла Мальчикам из тюрьмы Что вот езжай в Сент-Ропе Там как раз Десять полос И все они водят к аду Теснен И стремен е пътя за небето И тернист Путь к небу Има стихове Които не водят За Плеска малко в дълбочина Да навлезем в тени неща Защото Така повърхностно Само сам чуал проповеди Нали тесния път Широкия път Хочу Немного больше Углубиться в эту тему Конечно Есть много проповеди Которые поверхностно Говорят про Тесный Про широкий путь Всъщност Широкия път Ако тирим в Юда Един от любимите ми Апостоли Проширокий путь Написана в книги Юде В 11 стих В 11 стих Тя е една глава Там се казва така Горко им Защото ходят по крайновия път Защото печалба Заради печалба Се впускат във валаамо Заблуждение И погиват в кореевото упорство Три неща Три вещи Аз към малко по-дълбоко Да навлезем и след това Естествено ще отивем и към Тесния пыта Чтото там естина Хочу больше углубиться в эту тему А потом мы конечно перейдем К более тесному пути Потому что там ест истина Что нам говорит Юда здесь Горко им Защо? Защото угорко Горко им Потому что Потому что Они идут в ад Хорят по Каинове пыта Они ходят по Каинове Кто е Каин Всички се сещаме Това е първото момче Което се родило на света Все мы помним Кто такой Каин Это первый мальчик Который родился на свете Парень Парень? Добре Този парень беше лош парень Этот парень был плохим парнем Защо? Почему? Защото той Познаваше Бог Потому что он знал Бога Слышно с аквитием Дубитие Аз не сам казал за стихове Но в четверта глава Обитие Давайте откроем Бытие четвертая глава И там описывается Взаимоотношението на Бог с Каин Там описывается взаимоотношение Бога и Каина И там се казва, че Адам позна жена си И така, така, така Роди се Каин И с помощта Тя каза С помощта на Господа придобих човек И он сказал С помощи Бога У меня получился человек Само ако малко мога да отворя скоба Тук винаги съм се питал Защо с помощта на Господа Я всегда спрашивал Почему именно с помощи Бога? Обаче вчера Он с ден като читах Позавчера Кога я етачил? Читал? Съсетих, че Ева нямаше Баба, която да ей помога за рождение Я вспомнила, что Ева не было бабушки Которая могла бы ей помогать Во время родов Это не так, как сейчас уже Чтобы кто-то мог подготовить горячую воду Тряпки и так далее И всъщност Бог ей помог И както уговорих ми с Нина И Бог ей помог Бог може и физически да ей помогал Да роди всъщност А мы когда с Ниной это обсуждали Как раз Я подумал, может Бог ей как раз физически помогал Не знаю Но, как то и да Каин се роди първи Каин родился первым И след това се роди Авел И после этого родился Авел И понадолу се говори Че тражки жертват И внизу говорится, что они должны были Да жертв Жертвовать Така и И двамата са знали, какво да жертвовать И оба из них знали, что жертвовать Само двама души на света Двама сына, т.е. четирма души Только два сына В общем, четыре человека знали Бог е ходил помежду тях Те знаят много добре Какво трябва да се прави И Бог ходил между ними И они очень хорошо знали Что они должны были делать Почему? Мы знаем из прошлых глав От грехопадението на човека Че Бог Трябваше да убие животност За да направи дрехи на човека От грехопадение човека Мы знаем, что Бог должен был убить животных Чтобы у человека были одежды И продолжим Каин жертва от това, което той правише Той беше земледелец Каин пожертвовал от того, что он делал Он бил земледелцем А пак Авел беше животноват А Авел бил животновод И всъщност Всеки могеше да жертва животно По всъщности, каждый человек мог жертвовать животными Защото Каин могеше да отиди при Авелу Да си купи животно И някои от качества, които е притежало Са му попречели И някои из качества, которые у него были Ему помешали это сделать И сейчас посмотрим, что это означает На пути Каиновым Поэтому сейчас посмотрим, что он больше сделал для Каина Така, и Каин жертва от Жетвата си А пак Авел жертва животно А Авел пожертвовал животное И Бог помирися И Бог понюхал Да И хареса жертвата на Авел И ему понравилась жертва Авела А отхвырли жертвата на Каина И отказал жертво Каина Какво случи? Каин си едоса Что случилось? Каин разозлился Същност пиши точно Защо се разсърди Извинявам се по-нагоре Така, така, така Каин Пети стихли беше А на Каин На принца му не погледна За това Каин се разсърди твърде много И лицето му се навеси Благодаря Огорчи си да Огорчил се Каин Така И Господ го попита Много важен въпрос И Господ у него спросил Очень важный въпрос Защо си се разсърдил? Почему ты огорчил се? Защо си навесен? Почему ты и паник? Ако правиш добро Няма ли да бъде прието? Если ты будешь делать добро Оно разве не будет принято? Но ако не правиш добро Но если не делаш добро Грехът лежи при вратата То у двери грех лежит И се стреми И он влечет Да те завладе Тебя к себе Но ти трябва да го владееш Но ты господствуй над ним Тези думи са важни днеска Грехът чука на твоята врата Грех каждый раз стучится в твоя дверь Вот так И той иска да превземе Он хочет тобою завладеть Той влиза през телевизора Он входит через телевизора През новините Через новости Фильмы Той влиза през богатство Което света ти предлага Новите коли Новите неща Он заходит через Через все богатые вещи Которые ты можешь найти в этом мире И няма лошо да направиш Нова къща Десять самых богатых людей в мире Не будем обсуждать кто это Но самый богатый У него было больше ста машин А раби Его здание было шесть этажей Только машины И он жил на следующем Я думаю А он может все эти машины водить Разве И Каков смысл на нас Всичко това Когато гол си Идвам на твое свят И гол си ути А какой смысл в этом всем Ведь мы Голыми пришли в этот свет И уйдем такими же Ноги И эти деньги кому останутся Так написано в слове И вернемся к Юде Иденнадцатия стих И уда И в стихе говорится Некоторые шли Каиновым путем Путем Каиновым Я нарочно вам показал Что было в бытие Чтобы показать Что сделал Каин Я вам не сказала Что Каин в конце Убил своего брата Мы все это знаем И И И Тога Бог Его проклял И Каин Се уплаши И сказал Что все захотят Теперь его убить И получил проклятие Что никто его не убьет И он будет жить В проклятие Затова дори Иисус Христос Поэтому пришел Иисус Христос Чтобы взять наше проклятие Всички сме живели И Внутри в нас И греха Всъщност Все мы жили И внутри нас живет грех Который передался нам от Адама И Ако се замислим Когато Самопитали Аз Всъщност Години наред Самопитали Той дете Какое грешно То е малко То нещо Не знае Защо Умря Примерно И Когда меня спрашивают Вот это маленькое дете Оно грешное Вот почему Оно умирает В детцата Няма грех Който Те Извършват В детях нету греха Которые они делают Они невинны Пока не осознают Добро и зло Само че Разликата Между греха Который Наследен от Адама Но разница в том Грех Который Наследен от Адама И грех Который Не започем И грех Который Мы начинаем делать Есть совсем Одна Маленькое Различие Черта Одно Наследственное А другое Предубито Одно Наследственное А другое Приобретенное И Това Наследственное Они не можем Примахнуть И вот это Наследственное Мы не можем Убрать Мы можем Прощать Недавно Как раз Услышали Свидетельство Как один Прощает Как один Грешит Другой Прощает Но в сущности Грех Который Не е предаден От Адама Не может Да се истри Но в сущности Грех Который Мы получили От Адама Не может Исчезнуть И Какво направи Иисус Христос И что сделал Иисус Христос Той Са родил Девица Он родился От Дева Иисус Христос Аз Си го Представям Научно Как Влязъл Нов Ген Вътре В Да го Кажем По-съвременно Я себе Представляю Сейчас Научно Как Новый Ген Как будто И И И Открыл Открылась И Всъщност Най Избраната Жена Между Жените Как Си Казва Вторая Главна Лука И Одна Избранна Из избранных Дев Също Имала Гряг В Себе Си В Ней Тоже Был Грех Но Тя Носи В Утроб Безгреш Иисус Но Она Носила В Своей Утроб Безгреш Иисуса И Когато Той С Роди Жив На Тридцать Години Заполшил Да Служи И Три Години Служи И Три Года Служил Исполнил Закон И Всъщност Был Старый Завет А Когато Умря И Воскрес И На Пятидесятница Изля Святие Дух Верху Апостолите И В день Пятидесятницы Святой Дух Улился На Апостолов Тогда Начинается Новый Завет И Новый Завет Заметьте Не Между Богом И Человеком А Между Бог И Бог А Между Богом И Богом И Там Вече Няма Грешка И Там Уже Никаких Ошибок Нету Никаких Грехов Слава Та Час При Завету От Бог И Чувек Всегда Слабая Слабая Часть Между Заветом Бога И Человека Это Человек Он Всегда Сделает Что Что Не Должен Был Делать И Это Как Раз И Есть Путь Каина Вы Сейчас Увидим Как Раз Но Когда Бог Заключил Завет С Своим Сыном И Сусом Христом Тогда Вече Няма Шим Мрдане Тогда Уже Не Будет Никаких Отклонений Тогда И И То Что Должно Было И Жертва Беше Изляна На Светилище И Жертва Была Изляна Излита Из Добре Как То Така Аз Скам Да Ви Кажа На Рон Уай Тено Откритие Това Я Хочу Вам Сказать Откритие Рон Уай Да Американски Археолог Той Открил Три Веща Он Открил Три Вещи Но Ве Ковчег Но Ковчег Но Мясо Откъде Са Преминали Евреите През Червеното Море Место Где Евреи Прошли Через Красно Море И Последното Откритие Което Бог Му Даде И Последния Откритие Которе Он Дал Ему Открит Е Ковчег Завета Може Да Го Намерите В Ютуб Пишете Рон Уай И Ще Видите Всичко Може Видите В Ютуб Кога Напишете Рон Уай Той Човек Господ Естествено Му Дава По Езекивите Тунели Да Достигне До Ковчега Който Се Намерят Точно Под Кръста Под Голгота Господ Ему Как раз Показывает Пути И Ведет Ему Как раз К Самому Ковчег Завета Под Землей Через Тунели Той Припаднал Даже Като Копал Что Той Нямало Въздуха Вътре Било Трагедия Но Бог Есаживил Дава Му Възможност Да Ковчега Он Потерял Сознание Даже Когда Копал Потому Что Там Под Землей Не Бала Воздуха Но Бог Все Равно Ево Оживил Чтобы Он Нашел Ковчег Завета Той Изтъргва От Ковчега От Това Пятно И Год Изследоват В Еврейска Лаборатория Он Видит Кусочек Ковчега Берет Маленький Кусочек И Несет Его Еврейска Лаборатория Чтобы Его Исследовали Това Са Намирана Лива В Иерусалим Сема В 2019 Году Я Ходил Как Раз Туда Слава Богу Что У Маленький В Израиль А Другая Поехать В Армению И Слава Богу Он Все Исполнил Мы Поехали Посмотрели Где Голгот И В Слышност Там Голгоф Голгоф И Там В Същности Протестантско Погребение Тей да го Нарека И Там В Същности Как раз Протестантско Погребение Там Не Такая Церковь Где Все Ходят И Все Кланя Там Е Гроба Където Е Дубка Отворена С Камък И Казва Че Там Был Погребен И Говорят Что Исус Там Был Погребен Я Не В Не Наблизу Голгота И Съ Вижда Всъщност Там Като Череп Голгота Голгота Глава Аз Тук И Рядом Голгота И Там Я Видел Череп Как Глава Там Са Минавили Жертвените Животни Имало Път И Там Проходили Жертвените Животни Чисти И Имало Мост По Който Са Отивали Точно Дотам И Са Минавили Пресне Мост Добре Значи Голгота Мясо Креди Са Носили Животни Тикут Жилков Это Мясо Мясо Куда Носили Животных Чтобы Им И Жертвовать И Имало Мост По Който Са Минавили Чистые Животни Чтобы Они Не И Спачкали Что Мост Что От И Леон Холма До И Русалима Там Есть Река Кедрон И Как Раз Над Ней Проходит Мост Голгота Там Был Крест Там Был Путь По Которому Проходили люди Которые Выходили Из Иерусалима И Все Видели Тех Кто Наказан Там Поэтому Была Надпись Сверху Сергей Говорит Скоро Сергей Недавно Говорил Об этом На Който Пишешь Йодхи Бадхи Горе Бадхи Да И Слава Богу Запомни Деду И И Тво Означало Иисус Царя Израил Да Еврейский Цар Там Там Было Написано Йодхи Бадхи И Всички Приемат Читва Изус Еврейский Царь Всички Приемат Читва Голгота И там Был Крест Крест Принимат Крест И Крест И И И И Все Принимают Този Ковчег Който Рон Уай На Мира И Этот Ковчег Который Находит Рон Уай Става Землетрясение Происходит Землетрясение Защото вода не могла в лев двигателя И Как раз доктор подтвердит, что в сердце не может быть воды И Когато потича тая кръв, тя минава през тоя процеп И Когато течет эта кровь, она как раз и течет через трещину И В Езикеевите Тунели Намират И В Тунелях Езикея Находят ковчег Как раз Под Крестом И Пак да се върна до Лабораторията И снова вернемся к лаборатории Рон Уайт Занася На Экспертиза Той предполагает, че е кровь Занася его на Экспертиза Рон Уайт Находит эту кровь Он предполагает, что это кровь И несет на Экспертизу Накратко Какво казват Исследователи Коротко Что говорят исследователи Которые проверили все эти результаты Кровта има Аз не сам лекар И не разбирам Я не врач Но в графе Там нашли Но сме чували, че има 23 хромозома мъжки Мы слышали, что там 23 мужских хромозома И 23 женских В тази кръв се намират В этой крови находятся И загряват И така нататък И намират В этой крови они находят Идин хромозом мъжки Один мужской хром А одна мужская хромозома И 23 женских И 23 женских И това е доказательство Също И это доказательство того То в кровь Как раз новая кровь от Бога Извелась И вся эта кровь Как раз и хромозома Пошла точно от Бога Такие лекари казват Че не можеш да имаш Един хромозом Само от Който и да е От страните Все врачи говорят Что невозможно Чтобы у вас была Только одна хромозома С одной или с другой стороны Детето ще бъде сбъркано Потому что так да у ребенка Будут большие проблемы Така Изважам от тая тема И пак се връщам На Каиновия път В Юда Много интересно Ако Започнем Да ровим Няма ми такова време Но Аз скам поне малко Да навляз Защото видях Много интересни неща Конечно у нас Очень много Нужно будет погружаться Если Мы начнем Я начала сказать Больше про Иуду Немного старее Иуда Он тадей Он тадей В одном из Евангелий Там где Иисус Выбирает себе учеников В одном месте Всегда говорится Говорится Что вот эти ученики И эти ученики Их имена Православные энциклопедии Я нашел Что они говорят Иуда брат Яков Брата господин Брат господин То есть Юда кой е То есть Юда кой е Брат на Иисус Брат Иисуса Само че от Иосиф Только от Иосифа Предполага се Че има Трима или четирма Братя Аз забрайх вече И две сестры Предполага се Що е около Трех-четырех Братя и две сестры Едната е написана името И е Ма-ма-ма-ма Забрайх името Но Както и да Иуда У Иуде Е брата Тука пише Всъщност брата Брат Яков Павел слуга Иисуса Христа Призван за апо Извинявам се Римляничество Юда тряпи да прочитим Юда слуга на Иисуса Христа А брат на Яков Тука си го пиши Юда слуга Иисуса Христа А брат Якова Аяков знаем, че е брат на Иисус Ама знаем, что Яков брат Иисуса Както казах В православната хронология Как я сказал, что в православной хронологии написано Че това е тадей Че он тадей другому имя это его другое имя и тадея ходил до благовества и тадея ходил рассказывать вы же знаете что 12 апостоль апостолов они рассеялись по всему миру и тогда и был как раз при у армян в сирии всяк тубях март месец в армении тадея с а также много там за что-то этих не апостол и когда я был последний раз в армении там как раз очень сильно говорят про т.д. потому что это их апостол смысл техника то той благовествовала форме ну их как он благовествовал в армении юда говори за каинове я хочу вам сказать что я имею виду на бързоши премина прес заради печалпа се впускат ва валаамово заблуждение и за и динаме че трябва има интересную горе им потому что идут путем каина вам предаются обольщению мзды как валаам и в упорстве погибают как корей прав да че намерят начи пору тунести печалба первая самая это и мы не что ложь в печалу выгода яма 0 яма разбираться зависи обаче поводы покойте прочитать печал зависит повод мисси от повода смысл выгода зачем тебе эта вся выгода разбирать ему как поговорить за к делу тивом вы понимаете о чем я говорю и куда я иду между тема как тках и но учение проспоритетного в христианство есть одно учение как раз о успехе в христианстве евангельской среде в евангельской среде той за совершенно здравие исцеление она а совершенно здравие исцеление которое твое учение зима часу библията это учение берет только часть библии что само два стиха ваше других и читает только два стиха например а другие два не читает и куда творих на училище библейском и как или когда ходил в школу ты когда читаешь одну главу прочитай предыдущие и следующие и тогда ты понимаешь о чем там говорится раз стих от контекста а не вытащить стиха из контекста проспоритета те говорят за и это как раз вот такое учение они говорят о деньгах о деньгах как весь мир и пари пари ясного бачи и деньги деньги и конечно заказ в баня готовы дадим уши правит вам или на меня куриме дали он да прави да с кассом няма да и направи и там сказано что если тебе дано то тогда делаешь а если мне не дано зарабатывать денег я могу хоть порваться на кусочки но я не заработала сыра на барабан на барабанах мне это не дано я могу это делать не могу науча не как сильно как-нибудь научусь ли но будет видно что не получается сичку и искар он от контекста и все вытащено из контекста особено тук ашу го прочетем много ясно са кастребе на здесь партия прачи 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 не можем да хуришло шо дала лица сащества калма му да кри пише си ашу поручит при все това по същия начин осместих с балновенец и ускверняват плата презират властта и хулят славните същества и 9 казва архангел михаил когато борба с дявола се припираше за моисеевето тяло не посмя да произнесе против него против моисеев против дьявола михаил не посмя да произнесе хула так точно будет и сими мечтателями которые оскверняют плоть отвергает начальство и засловят высокие власти михаил архангел когда говорил с дьяволом споря моисеевском теле не смел произнести укоризненного суда но сказал да запретит тебе господь и а снялся пускам в тяя тема тяя другая тема она конечно очень большая никуда никуда но хочу вам сказать что никогда нигде в евангелих меня не увидел что и са иисус сказал дьявол я дьявол я тебя изгоняю не точно как то я той горящий демони той горящий он гнал демона и духове и так азовы духа с дьявола но именно с дьяволом варя самого в пустыня то она разговаривал только в пустыне и и когато беше на кръста преди кръста извинялся и перед крестом за забыла да са си манителен за разговорите му с дьявола в бисиманском саду как раз има разказала на иерархия разговора тьяволом между есть одна иерархия между всичките и ан и съществата между всеми ангелскими существами и не можешь както и тукава в света не можно утяжи в най горе директор аку не питаешь секретарка и это точно так же как в мире ты не можешь пойти вон туда наверх если ты сначала не спросишь секретаря дури при оца не утяга и през кого пресс иисус христос даже мы катсу как приходят чизиди иисуса христа христа ты не можешь просто так кацу пойти в името на иисуса молишь на оце то есть има средник во имя иисуса христа ты молишься для отца в тимофея заказать единственная посредник между человеком и богом кто это не дьява мария это человек иисус христос ты порту не что рту не что первое а второе арата на че конец печалви първото беше первое было что гонят за сатровище знает да развлъщават себе си за единнадцати стих пак заради печала се впускат във аламалто заблуждение вала малото заблуждение на кратко искам да ви кажа две думи то с две думи няма останено във аламалто заблуждение да они придаются обольщением стыка к валаам придается большие придаются обольщению как валаам и в упорстве погибают смысл а единица в одном один и тот же смысл валаам это кто в числах написано 22 по 26 главу написано валаам он сын познательно куда дайте кого жены мы жены моисея сифора это его мама и валаам у тебя привала и искать его лам идет к валау и он хочет хочет проклеить проклясть евреев за что за что тут я сайна голяма множеству почему потому что они огромное множество уже окинда да побеждать и открета минат не богом дает а побеждать и даже быть где они пройдет пройдут ничего не случится и валаам всешност и валаам по сущности полагам че угорчен сердце предполагаю что его сердце огорчилось мой върната с двамата първи сына на моисей потому что его мама могла я спряталась к моисея с двумя и предположение не пише сна с двумя детьми может она как нашла другого да и на веру на библията и вала миней нудите и и тоже вала вика валак да прокол не евреи и этот валам зовет валака что вы проклясть евреев самочувствование со случва но это не случается в истории так валак и заказано прокол не гибудь у слава лак вместо того чтобы их проклясть три раза и благословляет и как после получала и что получается валаам из гомба валак валам прогоняет валака и в карва еврейте во вдруг грех и вводят евреи в другой грех и другие грехи и другой грех это при прелюбодействует на прелюбодейству тоги в карва вал пиор он их вводит вала пиор храм от река тусе но один дом за простудки и внутри как один дом для престижу до стык уйца теса простудки жрецы которые как проститутки они спят евреями жертва 2 3 в храма и они жертвуют их в храме и и тукава фьюда същих оказывать люди как раз и написано че и жертваха что они жертвовали любопытствах и прелюбодействовали куга ту дьявола не може дата утку не когда дьявол не может тебя отклонить в одном пути это как раз и смысл вала моего заблуждения то есть тавкара в друга потек он тебя отведет в другой путь яку не може да тавкара в греха с правильным туман мишку это и добро если он не может тебя заставить решить одним путем делать что-то нехорошее то он явно сможет заставить тебя сделать что-то другое плохое хоть другия патс друге пакова я друг по другую путь упорство кое корей упорство корея корей също описан тука в числа кто такой корей как раз в числах он тоже описывается и схожа от левитите у и он приз у него происхождение от левитов само че корей но корей заведя на моисей но он завидовал моисею и низко шея са починина властаму и не хотел подчиняться его власти языка своите сихоры коза кой си да не си начальник и он позвал всех своих людей и спросил а ты кто ты не начальник мне и тугава показа дайте дванайси жезла и тогда бог оказал дайте мена 2 на 2 12 часов для тренадцати племен и на другий день всички дадут и на следующий день и все придут и всички да си оставят жезлите только пред ковчега и пусть все оставят свои жезла перед ковчегом познайте кой же за отца угадайте чей жезл расцвел арон развел аронов куга тубоке избрал някого когда бог выбирал кого-то выбрал кого-то человек не может править вакуэту нему и дадено от горы а еще укажу потом человек не может делать то что не дано ему свыше и может станешь пастора курить и дадим ты не можешь быть пастором если тебе это не дано не можем из дарба на исцеление само ли за исцеление кое няма у тебя не может быть дара исцеление молиться за и сильность за этого места не можешь сделать но ты не можешь дать чудес в затвора то ходим опитать и можете да изгонишь дьявола то за чуй в тюрьме этот ход же меня спросил ты можешь выгнать дьявола из этого человека казах не мог и я ему сказал нет не могу казах мой бог может я сказал бог может и акуа сгорит дьяволе если я выгоняя демонов а с гигант через иисус я их выгоняя через иисуса разбирать или смысл они что-то не понимаете смысл всех этих вещей наша не дадим мы присваиваем себе власть ту которая нам не дана и твои курей вот упор скорее это как раз упорство сарея че то искаши достани като мои сей он хотел стать как моисей но не убежит дадим но это ему не было дано затем косу и знаете что случилось курей него ту там племя предполагам загинаха двадцати тысячи души племя корея там земля умерли двадцать тысяч человек земли раскрылись сборка с сбройка что-то на две места им а какой-то бог наказал неуверенно в количестве людей потому что в двух местах это говорится но уничтожи курей с неговите коица противях но он уничтожил карея 7 с его народом и всъщност в дванадцати стиха ако утвориш да прочетеш а там не обяснят и самотил тихи написано да а добре те са подводни скали които когато пируват с вас без страх в а в дружелюбнике вику штавки пассат сами себе си дванайска сервища на юда безводни облац то есть вижу че има облака маняма дашь за коменту а таковые бывают соблазнам на ваших вечерях любви пирше слоя с вами без страх уточняет себя эти безводные облака то есть без воды да и бесплодны и за полом или изкоренени с насимой ветром а синие дереве бесплодны и дважды умерши изтогнуты но за тях се пази извинявам се скитащи звезди за които мракът на тъмнината се пази навеки свирепа и морски волны пеняще се срама тами своими звезды блуждающие которым придется блюдется мрак тимын навеки аса мисля да справя че дотука с злото я думаю остановиться със злом с часу с е алчност укажа с няколко думи пути кайна 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 вия путь и алчность это али алчность да да завоевам нещо което не мое хочу завоевать то что не мнение принадлежит десет и божи заповед всъщност я същам че има заповед не пожелавай имота на ближния си и в десяти сабвитях также и написано не желай дома своего ближнего и зависть и бесплодие и зависть и бесплодие в днешно время можете ги видим явно изразение в света в сегодняшнее время это явно изра выражено в мире не допускайте а с низком документируем дали го има в церкви или гуняла не хочу комментировать есть это в церкви или нету и моря да не допустим тези качества но я молюсь чтобы эти качества мы не допустили их в своем сердце няма да забрай дин проповедник пастор беше казал никогда не забуду как один проповедник пастор сказал знаете ли дявола как виза знаете как дьявол входит то и виза чука он заходят стучица закулава един гвозди и слага първо шапката и он забивает гвоздь и вишет туда свою шляпу и след твой започва да се разоблича и си слага всичките потребности и после этого он начинает раздеваться и он начинает раскладывать везде свои вещи му от вътре он тебя захватывает изнутри и акуст исполните искушение то в пустината иисус если он оба спушите искушение с поклонение искаши да муся поклонение дьявол как пытался искусить и за зон хотел чтобы он ему поклонился и или пак даму десечки царства лишь томбе он дал все свои царства и богатства и и пару токович хляба да и их ли рамата и хрена хлеба еда така дьявола не се променял дьявол не изменился руча да заключим на края дьявола единиса вчера днеска и завинаги то я делал один и тот же самый вчера сегодня и в будущем он лжец и той и башта на лажата така коза и он отец лжи как сказал иисус аскам за приходим на тесния пат я хочу хочу чтобы мы повернули на тесный путь я дал несколько стихов там если можно их включить второ солон си 33 може ли упустим его его прочтем второ солон си аз немало го намеря сега но е че бог е верен да го прочитам на руски а а второ солон си 33 филоники Т.е. Бог е верен и Той ще испълни това, кое Той обещал. Той ще испълни това, кое Той обещал. И 40 дни перед тем, как вознести с Той, Той обикаляш и показал ся на новые хора. Сначала Он показал се Марии. После показался двум ученикам своим По пути, которые шли по пути Потом показался еще одиннадцати ученикам И все это для того, чтобы Чтобы убедить их в том, что то, что Он сказал, случится Представляете ли, с три года ходим взаимно с Иисус? Представляете, три года ходим все вместе с Иисусом И после этого, как Его погребли Петер снова берет свою лодку и идет снова ловить рыбу Я его не упрекаю, но это показывает отчаяние И показва, три години да ходишь с някой, кой ти казва И прави такива неща, възкрасява, мертвие Виждаш толкова чудеса Три года ты ходишь рядом с человеком, который творит столько чудес Ты столько всего видел, настолько не тебе сказал В Иоанн не написано, что если мы пишем все чудеса, которые случились То всех книг мира не хватит для этого А ученицы, вместо того, чтобы продолжать, они закрылись в себе и вернулись к своей старой жизни Это отчаяние, неверие И это страх может быть На 50-й день Бог ги насрочи и каза, идите и чакайте там Но в 50-й день Он их вдохновил, идите и ищите И Он излил Святого Духа И им дал силу И сегодня тот, кто поверит и покрестится, он будет спасен Но пропускаем одну важную часть, что мы должны наполниться Святым Духом и креститься Святым Духом И я вчера работала с одной клиенткой и всегда, когда я работала с клиентами, я им даю книгу Нового Завета И я питам, без да я питам, нали? И я питам, ты читаешь ли Библию? И я спрашиваю ее, ты читаешь Библию? И она, как я почувала, но я много ми е трудно И она мне ответила, я ее начинала, но мне е очень трудно И я сказал, что действительно трудно ее читать без того, чтобы, например, знать Азбуку Без Святого Духа ты не можешь читать Библию Потому что Он наш Учитель, Вдохновитель И без Него мы не можем понять, что написано внутри этой книги И я сожалею за братьев, которые делают все изнутри, чтобы угодить Богу Но делают это без силы Святого Духа И ты видишь, как все это дело плоти И става мучно, потому что Бог го обещал, Той е бесплатен, Той е дар И Он у тебя есть, это Твой дар, Он бесплатный Только надо его принять Почему? Потому что в последние времена настанут такие вещи Но будут новые трудные времена И без Святого Духа нам будет очень трудно Няма как да разберем, какво да правим, как да живеем Мы не сможем понять, как нам жить, что нам делать И мы не сможем понимать Слово Хочу вдохновить вас всех, что Христос идет И за тези, които са повярвали и Го чакат И те, кто поверил и ждут Его Той обещал да ни приведе през всичките те испытания, трудности Он обещал провести нас всех через все эти испытания и трудности И да ни заведе в Царството Си И отвести нас в Свое Царство А те, кто еще не поверил, сомневаются Они не приняли Его в Свое Сердце Я верю, что Он сейчас включится В дверь Вашего Сердца И ако има таков человек Может быть, гледа таков человек Если есть такой человек Может, кто-то смотрит такой человек Я тебя призываю сегодня покаяться Обернись от того пути, по которому ты идешь сейчас И иди по тому пути, по тесному пути, который Иисус приготовил для тебя И этот путь, он нелегкий Это не как десять линий к Сан-Топе Но я должен сказать, что этот путь, он надежный путь И это тот путь, который приведет тебя к истине И к вечной жизни Аминь Хотел бы помолиться в молитве за покаяние Тя има основные три неща вътре в ней У нее есть три основные вещи Одното и да се откажет от себе си Одно это, я откажусь от себя Всъщност не да се откажет от себе си Аз съм с ясно, не могла се откажет от себе си Не точно отказаться, я все-таки Да се откажет от стария си начин на живот Отказаться от старого образа жизни Второе, да приема Христос вътре в сердце Второе, принять Иисуса Христа в своем сердце Что это означает? Да не живее аз вече и да казам аз, аз, аз Не жить и говорить я, я, я А говорить, что если Господь захочет, я это сделаю Если Господь скажет, это случится И уверявам ви И я вас уверяю Когато започнете по той начин да мислите Когато в начинете думать таким образом Живота ви ще тръгне много по-добре, отколкото е бил аз, аз, аз Ваша жизнь станет намного лучше, чем та жизнь, где ты говоришь я, я, я И третий пункт этой молитве Да помолим Иисус да запише името Мои в книгата на живот Попросите Иисуса записать Мое имя в книги жизни И аз искам да се помоля сега И я хочу сейчас помолиться И вервам в късички съпокаяни И я верю, что здесь все покаялись Но вервам, че някой нагледа, който още не е и се съмняла И я верю, что есть кто-то, кто нас смотрит и он еще не покаялся И я как-то преди години гледах, живея в чужбина и гледах телевизора И вспомнил един евангелизатор, каза, пикни телевизора, да видися главата И так же, как я когда-то увидел, когда жил за границей Когда я жил за границей, и один евангелизатор рассказал Ты дотронься до телевизора И идеята ему беше да се смириш, да кликнешь там, където си, да почнешь да се молиш И его идея была в том, чтобы ты смирился, склонился и там, где ты находишься И сейчас пусть мы все отдимимся от мира, забудем обо всем, что рядом с нами О проблемах О друзьях, о всех И настраиваем нашу мысль наверх, к небу И скажем, Господь Иисус, аз съм грешник Молите, прости ме Прошу, прости меня Очисти меня своей святой кровью И ми прости греховете Прости мои грехи Отнес С сегодняшнего дня Я тебя принимаю как Господ и Спаситель В моето сердце Молите да живеш в мене Молю Тебя живи во мне До края на живота ми До конца моей жизни И да ме променеш И изменяй меня Молите, запиши имято ми Прошу Тебя, запиши мое имя В книге жизни И дай мне вечную жизнь Аминь Аминь Спасибо, Эди